Двигаюсь в сторону Парка Заряди, в четвертый пешеходный переход и пойду в том направлении. Пойду я по этой улице, по Нижней Радичинской, потом поверну налево к набережной и по набережной и пойду до Парка Заряди. Идти примерно 2 километра, а метров 300 до Парка Заряди я дошел за 16 минут и иду внутрь. Сейчас пройдемся по Парку. Сейчас зайдем на этот мост, который над Москвой, который уже раз я проходил под ним. Здесь куча иностранцев. Какие же, наверное, ромашки здесь. Да, вот такой дизайн. Через толпу. Дизайн. Дизайн. Так, сейчас пойдем по Парку погуляем. Покорянусь в купол. Под купол зайду. Да, икор он работает. Ну да, красиво здесь. Швонг для полива валяется. Чтобы кто-то вот еще не убрал. Так, какой пол здесь. Ну все, проснула нашу пускаться. Максимум 2 минуты здесь можно побыть. Дорожки здесь резиновые. Дорожки здесь резиновые. Да, это хорошо кран. Могли бы кран убрать отсюда. Могли бы кран убрать отсюда. Так, идем дальше. Сейчас я был в такой возвышенности здесь. Здесь кафешка. В принципе все, теперь можно по парку ходить. Здесь кафешка. Здесь кафешка. Музей зарядье. Что может быть в музее? Только его построили. Да, музыкальный фонтан. Да, здесь красиво сделали. Тут побочие укажут звуками. Там этот маст. Купол неинтересный кстати. Мне не понравилось. Ну все. И можно все дружище идти. Смело. Иностранцы спят на травке. Ну для 15 минут примерно на зарядье потратил. Чтобы посмотреть его. Можно конечно посмотреть и за полчаса походить погулять. Но честно столько денег отдали за это зарядье. Нереально много. А такой вот красоты природной нету. Ну это мое мнение. А как вы думаете? Всем приятного отдыха. Подпишись на наш канал. Гуляй по миру. И получай новые интересные видео.